Она его плечо, он ее стена. Ольга и Павел Ведерниковы познакомились почти 30 лет назад в пионерском лагере на дискотеке. Ей 14, ему 16. Он подошел ко мне. Почему ты подошел ко мне? А мне твоя прическа понравилась. Есть же такая русская традиция, когда ты заплетаешь венок и пускаешь его по воде со свечкой и имя суженого. Если он скроется из вида, значит он будет этот суженый. И когда мы с ним познакомились, я думала, вот хочу замуж уже. Мне 14 лет, но я его полюбила. Пустила этот венок, кстати, именно. И долго стояла, так далее наблюдала, тоже было темно. Вот эти венки со свечками плывут. И вот этот венок скрылся. Вот, наверное, срабатывают все-таки традиции наши русские. С тех пор Ольга и Павел не разлей вода. В официальном браке уже 22 года. У супругов двое детей. Старший сын Данил и младшая дочь Полина. За годы брака у пары было всякое. И ссоры, и недопонимания. Но любовь всегда брала верх. Союз Ольги и Павла прошел испытания не просто временем, но и страшным недугом. Случился такой момент, когда у Паши поставили четвертую стадию рака, лимфома. И когда выписывали его из больницы, врач сказал, ну вам месяц остался, что теперь, все. И вот мы приехали в таком состоянии, не понимая вообще, как бы, что делать. Вот я сидела, просто молилась, сказала, господи, забери часть моего здоровья, отдай ему. И все, пы-пы-тфу, где тут дерево, чтобы постучать. Ольга и Павел, к сожалению, исключение исправил. Большинство жителей региона ставят печать в паспорте, а через несколько лет бегут на утек от обязательств. В Алтайском крае соотношение браков и разводов примерно одинаковое. Ежегодно узами брака скрепляют в себе 13,5 тысяч пар. При этом 10,5 тысяч разводятся. То есть из 100 браков 70, примерно, браков будут расторгнуты. В Алтайском крае все-таки это та цифра, которая говорит о том, что, наверное, нужно принимать какие-то дополнительные меры, общаться с нашими супругами для того, чтобы принимали решение о расторжении брака только в крайних случаях, и чтобы оно было взвешенное и ответственное. Психологи объясняют, парам нужно понимать, конфетно-букетный период рано или поздно заканчивается. Дальше работа. Особенно она требуется с пополнением в семье. Когда появляется ребенок в семье, меняются роли. То есть вы не только муж и жена, вы теперь папа и мама. Смена ролей влекут за собой определенные изменения обязательств в семье. Если это знать, заранее обговаривать и распределять эти обязанности, распределять роли, тогда можно пройти эти кризисные этапы более спокойно. Поддерживать друг друга в трудную минуту, слушать и самое главное – слышать. Простые, но при этом золотые правила, которые помогут прожить долгую счастливую жизнь вместе. Ну а совместный поход к психологу точно не навредит. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.